здравствуйте друзья в соединенных штатах сейчас идет такая большая дискуссия неожиданно прорвавшаяся в связи с тем что с рейса компании united airlines ну силой как бы вытащили мужика все это за засняли на селфоны люди которые там были все это гуляет циркулирует по интернету все ведущие новостные значит каналы об этом говорят потому что сцена действительно безобразная человек этот был так он ну как бы азиатской такой внешности и в китае сейчас идет просто какая-то бурление там вообще весь китай взорвался хотя сам он вообще из вьетнама на самом деле но него до фотографии его с окровавленным лицом там и в общем этот человек она обошла интернет мы вот идет идет обсуждение как еще такое могло произойти самое ужасное в этом во всем что президент компании united airlines он как бы извинился но но за что он извинился за то что они там как бы продали там больше билетов чем надо на этот рейс а то что человека вот так вот значит в таком состоянии и там тащили его и так далее вот это унижение человеческого достоинства такой значит он уже сидел там в этом самолете на общем вот на счет этого он не извинился то есть они как-то умудряются делать все хуже и хуже вот так работает бюрократия значит обсуждают ситуацию с разных сторон потому что как бы с двух сторон произошли проблемы проблема компании united состоит в том что они неправильно не произвели вот эту операцию по разгрузке самолета дело в том что он летел там из чикаго куда-то еще и вот там куда он летел значит нужны были пилоты чтобы пересесть там на другой рейс и или надо было рейс отменять ну то есть действительно было срочно доставить четырех пилотов куда-то и вышло это как-то так что вот уже после того как люди за в самолете сидели значит надо было их оттуда разгрузить обычно это все происходит перед посадкой и происходит очень часто потому что контракт на покупку билетов на заказ предварительные билетов контракт содержит себе такую позицию что да могут вот тебя там не посадить и ты с этим соглашаешься и у этого есть как бы положительная сторона состоящая в том что у тебя цена меньше то есть практически все компании авиаперевозчики продают больше билетов чем ну вот как бы место самолете делают они это потому что у них есть статистика там явки неявки и так далее они примерно вот там прикидывают и продают немножко больше билетов но если они будут продавать меньше билетов тогда соответственно они дороже будут ну очень такая вот палка о двух концах это общепринятая практика и по статистике 2015 года вот сейчас опубликовали про 16 не было написано а про 15 было написано что 46 тысяч человек вот с ними такое произошло что их не посадили на самолет 46 тысяч человек но если мы там посмотрим сколько раз в день это происходит ну не тысячу конечно да но достаточно часто ежедневно в среднем да там счет на сотни идет и вот то есть ничего особенного в принципе такого вот нет но как это реально происходит я неоднократно был свидетелем значит они говорят чуваки у нас тут значит овербукинг произошел и значит если кто например там откажется от этого места то мы тогда через там 40 минут у нас другой рейс и мы дадим ему бесплатно апгрейд на бизнес-класс например или они говорят какие-то еще бывают мульки которые дают в обмен то есть ты не можешь человека просто так не посадить обычно ему что-то за это дают больше того есть правила государственные которые говорят что если это происходит то человек должен получать компенсацию некоторую и компенсация определяется тем какое время в течение какого времени человек не мог добраться до места куда он летел то есть там есть я бы я боюсь там точно сказать там еще по-разному бывает для международных рейсов и для внутренних то есть для международных рейсов это время побольше но в принципе если тебя задержали там больше двух часов на внутреннем рейсе тебе должны заплатить до 400 процентов 400 процентов от стоимости билета в один конец но не превышая там 1350 долларов например так что делают авиакомпании они обычно начинают какой-то небольшой суммы поменьше этой надеюсь что кто-то там согласится ну и потом потихонечку повышают значит здесь в данном случае что произошло народ уже загрузился в самолет что само по себе конечно меняет кардинальную ситуацию по сравнению с тем как если бы человек был за пределами самолета его вы просто не посадили это немножко другое но да они загрузились самолет и им говорят мужики такое дело вот значит давайте мол кто кто согласится не говорили в прессе так вроде не официально не сообщалось но говорят что вот там согласно какому-то внутреннему имейлу компании united до 1000 долларов предлагали у меня лично вот такое впечатление что за 1000 долларов многие бы там если не пол рейса то многие бы честно говоря согласились но я видел часто как за гораздо меньшую сумму там за 400 за 500 баксов там молодняк радостно там бежал чтобы их получить но в данном случае вот так произошло что никто не хотел уходить что говорит только об одном они не предложили достаточно много чтобы это сделать но ладно тогда они говорят хорошо мы случайным образом там выберем четверых которые должны покинуть они выбрали четверых и вот один из четверых оказался вот вот тем самым вьетнамцем мужик такой лет я не знаю чисто внешне я думаю лет 50 так вот в моем представлении хотя может быть ему и 35 и 72 а я так не знаю но очень сложно по вьетнамцу сказать какого он возраст на самом деле гораздо сложнее чем скажем по европейскому человек так вот 3 человека встали и ушли а этот уперся и в этом смысле он конечно совершил некоторую ошибку потому что по всем правилам которые вообще существуют надо выполнять те команды и указания которые тебе дают там ну члены члены экипажа там и так далее то есть это как бы правило подчинения это абсолютно императив потому что это тренированный народ они как бы сказать работают по правилам они их не выдумывают они выкинут с рейса любого человека который выкинут на раз в секунду вылетит если он будет как-то вот препятствовать значит там ну экипажу выполнение своих задач конечно это в основном связано не 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 с такой ситуации это связано с тем что люди ну как-то не кооперируются с командой и составляют какую-то проблему значит на авиарейсах проблемные проблемных выкидывают на раз и в этом смысле он конечно как бы сказать перешел некоторую черту за которой начинаются всякие неприятности но дело в том что сама ситуация в которой этот человек перешел черту она была как бы искусственно создана то есть они могли ее прекрасно обойти эту ситуацию то есть как бы нашла коса на камень то есть одни люди ним неправильно подошли а другой человек он как бы в нарушение тех правил которые есть и с которыми он согласился при покупке билета хоть он он ну как бы юридически вот ну так произошло дальше вышло вот что подошла к нему дабы ты security взяли его подмышки и потащили по коридору и вот люди снимают значит вот его тащат за подмышки значит может быть волочат очки того него как-то там с глаз на нос сползли там еще что-то как-то тело оголилась вот потому что его за подмышки там эта рубашка поднялась но вытащили его из самолета и тут произошло совсем неожиданное то есть может быть для человека из вьетнама там или китая это больше как норма но он был в каком-то своем таком восточном ступоре он прибежал обратно то есть его выдворили из самолета а он взял и обратно прибежал то есть человек находился в какой-то своей реальность несомненно вот когда вы видите эти кадры когда он бежит обратно вот он как-то так вот он прибежал там и снова на свое место прибежал и что было дальше значит непонятно позже кадров я не видел но есть фотография да он когда прибежал обратно он не был в крови он он был просто выволоченным он был абсолютно целехоньким но дальше есть фотография когда у него просто вот у него кровь изо рта там разливается по лицу и там до уха эти кровоподтеки и тогда это чудовищная безобразная совершенно фотография и страшное дело вот поэтому страна как бы всколыхнулась и и говорит как же так но не не что ж такое должно было случиться чтобы вот вот до такого состояния дошел конфликт безусловно мужик не прав конечно он не прав он он не должен себя так вести на самолете то есть с рейса абсолютно любой компании его вышвырнут как бы если если он будет так делать но как могло получиться вот это как дошло до того что человек который купил билет сидит уже на своем месте и почему не нашлось кого-то и почему не нашли кого-то еще кто встал бы и ушел там и дали бы достаточную компенсацию до акции компании юнайтед это упали на 4 процента и вы можете сказать ну 4 же не 50 это правда особенно если у вас нету акции компании юнайтед но в общей капитализации компании это миллиард долларов то есть вот падение акции на 4 процента это исчезновение так сказать в стоимости компании миллиарда долларов и это только начало может быть так что это только начало я не специалист по падением акций в таких случаях но тот реальный ущерб который они понесут не только на акциях но в но просто в прибыли а соответственно уже потом и в акции может быть просто нам намного намного больше в частности потому как отреагировала компания в частности то есть они упирают на то что мужик неправильно себя вел и как бы нет такого что компания что-то такое нарушила что как бы вот они вообще то есть они просто по правилам их правила как бы соотносятся они уткнута типа утвержденные там скажем они находятся в соответствии с законами которые есть на этот счет и может быть это так и есть но там есть масса масса всяких процессуальных нарушений состоящих например в том что когда человека с рейсов снимают ему дают письменный нотис такой и там написано ну то есть ему говорят товарищ вот по закону там туда-сюда мы как бы имеем право там и так далее второе там написано ты знаешь что это неприятный элемент но мы тебе даем вот тут вот тут вот тут вот тут и может быть даже не так все плохо вот этого ничего сделано не было там многие люди аргументируют вот когда дискуссии всякие идут многие люди аргументируют что мужик даже степену подсластили и по правилам вы сказали там и так далее мог бы все равно упереться что правда но тогда во всяком случае компания не было бы в нарушении а в нарушении был бы мужик который должен освободить по первому требованию и как бы и не освободил в общем вот я я не хочу сказать что у меня какое то есть там отношение к этому ко всему хотя безусловно фотографии это безобразные и видеть как это все происходит неприятно это не был террорист это не то что там ну какой-то там упертый был чувак много упертых чуваков человек имеет право быть упертым ну что ж такое ее моё он уже сидит в самолете зная что есть упертые люди ну так вы же не не допустим не доводите до того чтобы значит они в самолет сначала попали потом их оттуда вынимать в общем я просто рассказываю про тот шмон который сейчас как бы в стране происходит и в частности в средствах массовой информации я не я не знаю насколько это сказать вот население вовлечено но любое средство массовой информации на которую существенно в который который вы откроете в том или ином виде там веб-сайт или там газету напечатанную вот они это все обсуждают вот как до такого могло дойти и мы с вами друзья можем на самом деле даже порадоваться за упертого вьетнамца потому что я думаю что он финансово сказать вопросы решил всей своей жизни может быть даже для детей и внуков то есть размеры компенсации будут так еще раз мне так кажется размеры компенсации будет существенными то есть одно дело все-таки человека вы высадить а другое дело набить ему морду так чтобы у него кровь там текла по всему лицу и так далее я не думаю что суд там присяжных или кто-то может сказать что такие меры могут быть оправданы тем что он упертый эти нельзя человеку морду бить в кровь просто за то что он китаец нормальный обычный нормальный там упертый китаец таких много или вьетнамец их много и каждый второй такой счете мне морду в кровь что любить в общем такая вот интересная история и вот чем живет страна значит это это новость совершенно затюкала все остальные замечательные новости типа того что ударная группа там тихоокеанского флота движется к северной корее то что там госсекретарь тилерсон приезжает в москву и в общем всякую такую мелочь вот такой вот вся эта мелочь она ушла на второй план вот а главная новость о том что вот еще кстати не все знают что он вьетнамец а так как китайцу да еще обсуждается как в китае реагирует значит в китае там буквально за несколько часов там есть у них сервис типа твиттера но свой китайский вот и там за буквально несколько часов 100 миллионов человек посмотрели вот эти видео какое-то возмущение жуткое обсуждают что китайцы теперь будут бойкотировать наверное в эту компанию united я бы сказал что правильно сделают не не потому что это произошло потому как отреагировал начальством вот вполне возможно что президенту это будет стоить поста вот за то как он отреагировал есть инвесторы которым такой президент нафиг не нужен так мне кажется я говорю о возможных последствиях я не не предсказываю что еще до появилась появились шутки значит такого плана что знать как лозунг там компании но у ситинг при пир форбитинг там что такое да то есть мест нет подготовьте что будут бить уже пошли пошли шутки так давайте камеру так вот друзья а мы с вами здоровые и не битые без всех этих вот эксцессов пребываем на работу в частности я а вы со мной же так за компания пребываем на работу и такие вот дела такие дела счастливо